здесь проводил свою службу апостол апостол павел вот тут церковь древняя была базилика вот она здесь вот службу свою вел апостол апостол павел а это город пирге так достаточно хорошо сохранился рыночная площадь люблю по античным городам прогуливаться особенно вот по такому как пергези сохранился аквадук и древние бани сейчас все посмотрим а пока мы только начинаем нашу прогулку напомню что я занимаюсь работаю сфере айти уже больше 25 лет у меня как свои проекты есть айтишные так и соответственно пишу код на разных языках на перле на питоне на но джейзи и много-много на чем на джаваскрипте и так далее и соответственно свои знания выкладываю выкладываю в телеграм-канал под названием айти панда приглашаю переходите подписывайтесь если вы хотите войти войти пожалуйста заходите смотрите читайте просвещайтесь здесь есть вот такие две башни их сейчас восстанавливают вообще конечно здесь очень много сохранилось инфраструктуры древний бани древние вот это все кто любит конечно в перге обязательно съездите здесь одно из моих вот любимых мест для посещения из античных ах монументальность конечно какая это вот эти башни тут еще баня сохранилась также здесь есть информация как что было до этого вот реставрация идет раньше здесь можно было пройти а сейчас и вот реставрируют рыночная площадь ну город конечно классный а сейчас пойдем посмотрим древние бани вот бассейн здесь раньше видимо была вода налита голубая и можно было поплавать такой спа-спа-спа комплекс римский тех времен здесь он кстати был подогреваемый представляете это все было подделано мрамором то есть здесь очень было не бедно здесь была богатая жизнь вот мраморный пол кстати какая здесь красота была в этом спа-центре а вот так были подогреваемые полы здесь разжигался огонь внизу и подогревал пол там вот ребята через эти лазы хан залезали поддерживали здесь горение не знаю правда что здесь за топливо использовалось может масло какое-нибудь и вот здесь подогревался пол ведь даже вот сохранился изначально цвет вот панно какое-то было здесь что-то изображалась какая-то краска вообще классно здесь конечно гулять смотреть на вот эту всю красоту вот для примера друзья смотрите 1 а здесь стекла текла соответственно посреди улице текла вода перетекала сверху туда вниз и здесь были торговые ряды соответственно был ровный пол здесь скорее всего ездили на вот этих вот повозках которые арбата вот все вот это вот это все были фонтаны представляете вот это вот город римский римских времен с римских времен аквадуки всякие так далее это вот торговые ряды это вот бутики были каждый вот этот это бутик когда идете на такую прогулку обязательно берите с собой водичку это жарко пить очень хочется ладно друзья мы идем дальше смотреть на всякие аквадуки местные образцы местной письменности на камнях древняя цивилизация вот здесь представляете текла текли речки не речки а искусственные вот этот вот водоем фонтанчики все так перетекала туда вниз так как здесь уклон друзья вот здесь начало откуда собственно и стекала вода здесь античная античная арка откуда собственно и брал брался вот этот источник воды он кстати доставлялся по аквадуку здесь можно другой стороны этой горы доехать до аквадука древнего здесь вот статуя лежит вот это вот какого-то какого-то товарища и отсюда вот водичка стекала и по вот этим вот каналом уходила туда вниз центр города а здесь вот самая самая такая красота здесь соответственно был фонтан текла вот здесь вода даже можно рассмотреть как здесь наполнялась видно что здесь вода стекала да здесь конечно очень хорошо сохранилась вот это место вот трубы тоже можно наблюдать как здесь это римская империя друзья представляете это там нет две тысячи лет назад вот так все это было вот смотрите вот тут обузами замурованы глиняные такие трубы и вот туда уходит аквадук и здесь ну как не аквадука ну вы поняли в общем воду доставлять здесь какие-то помещения комнатки всего так вот сделано вот друзья как интересно такое ощущение что здесь вот воду проведут и со временем наверное включат и будет как в античность это все тут дело протекать тут был университет богатый был город и жители я думаю тысяч 30-60 потому что у них только вот амфитеатр был на 10000 мест рассчитан вышел тут уже на вот здесь стена шла вдоль вот от этой скалы вот от этой вот и вот так и нашла вдоль 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 и вот собственно в город уходила то есть это была защищенная крепость очень большая очень большая как мы уже отразили вот такая красота друзья здесь вот еще один был фонтан при входе вот с этих ворот северных ворот получается до северные ворота здесь тоже был с 5 что это такое да это вот какой-то вот какой-то вот здесь вода вот так переливалась через край вот здесь вот и стекала вот сюда вот тут это был фонтан необычный город вернее для тех времен наверно богатый обычный но он правда был он стоял на месте впадания реки в соответственно в море и тут торговые пути шли видимо за счет этого они тут и жили хорошо классную штуку обнаружили здесь видно какие-то торговые комнатки были и сюда засову так засовывался так раз и так раз сюда и тут дверь запирался это стороны такой же похуже сохранившийся и вот такая тут была дверь интересно